Привет, друзья! В течение всех этих лет, когда вы наблюдаете за моей деятельностью, где я рассказываю вам про музыку, кино, литературу, вы часто были свидетелями того, как я распаковываю в прямом эфире, либо в каких-то своих роликах, музыкальные альбомы на фирменных или лицензионных CD-дисках, фильмы на DVD или Blu-ray-носителях, книги, чего только не было. Но то, что будет сегодня, не было еще никогда, пока не мере на моей памяти, так точно. Так что усаживайтесь поудобнее. Прямо сейчас наше небольшое, но очень красивое, информативное и стильное видео будет посвящено о распаковке чего-то по-настоящему удивительного и для меня так точно уникального. Это настоящий большой фильменный фотоальбом группы Green Day. Это что-то очень красивое, яркое и эксклюзивное. Он запечатан вот в такую облегающую пленку, и я даже не представляю, что там будет внутри. Хочу вместе с вами разделить эту радость. Вообще, группа Green Day – это та команда, песни которых поют выпускники лучших американских школ и институтов. Их альбомы получают все возможные премии и продаются миллионными тиражами. А они вошли в зал славы рок-н-ролла в первый же год, как только могли это сделать. Да что там всякие залы славы? Уже в течение 30 лет эта группа приобретает все новых поклонников, молодых мальчиков и девчонок по всему свету. Они образовались еще в 87 году, когда молодой 14-летний Билли Джо и его друг Майк Дёрн создали группу, которая хотела играть что-то протестное и тяжелое. Потом к ней присоединился их постсменный постоянный товарищ и ударник Трэ Кул. И они образовали то самое мощное трио, то есть бас, гитара и ударная. И с 91 года не меняли свой состав, что является также поистине уникальным событием. За эти годы они выпустили 14 полформатных альбомов. И последний крайний из которых вышел буквально несколько недель назад. Север стал очень монументальной, запоминающейся работой, которая возвращает нас к рок-корням Грин Дэй и к этим амбициозным, ярким, вспоминающимся песням. Очень рекомендую вам послушать этот релиз, если вы еще этого не сделали. И именно группа Грин Дэй стала одним из хедлайнеров моего начала года. Тем самым, послушав новый альбом, я решил переслушать несколько старых их релизов и поделиться с вами вот такой вот потрясающей новостью. Я приобрел для себя данный фотоальбом, который хочу распаковать прямо сейчас вместе с вами и убедиться насколько же он оригинален. Это редкие снимки, которые сделал знаменитый автор и фотограф Боб Груин. Очень атмосферные, уверенно эпичные и при этом, безусловно, очень веселые, безбашенные и озорные, как и сама музыка Грин Дэй, которая не устаревает в течение уже многих-многих десятилетий. Также, помимо всего прочего, как вы наверняка заметили в названии, здесь присутствуют комментарии самих участников. Вообще, то, что подобного рода артефакты и настоящее произведение искусства выходят по сей день, меня, безусловно, вдохновляет и радует, и мотивирует делать что-то и снимать. Вы будете первыми, кто увидит в раскрытом виде первую страницу этого фотоальбома, даже я себе этого еще не позволил. Конечно же, она зеленая, наверное. Логично. Страница матовая, кажется, даже глянцевая. Да, да, вы видите, что они глянцевые, переливаются. Мне кажется, это просто эксклюзивный подарок для всех нас, поклонников настоящей музыки. Вау, спасибо издательству Бомбара за такие эксклюзивные вещи, которые мы можем наблюдать сейчас. Книга вышла в свет еще в 2021 году, и как же здорово, что тираж еще сохранился, и я смог добавить себе ее в коллекцию в 2024 году. Тираж фотоальбома на русском языке составляет всего 2000 экземпляров. Твердый переплет книги охватывает 178 страниц, которые включают в себя десятки цветных фотографий. Книга довольно крупная и объемная, и весит около одного килограмма. Здесь мы видим, кто участвовал в создании этого проекта. Благодарности продолжаются. И также мы уже знакомимся с самим коллективом. Вы только посмотрите на эти эксклюзивные кадры, которые многие из вас, даже я, не видел еще до этого. Кроме фотографий с мировых турней всего того, что оставалось за кадром последние 30 лет, вы найдете сканы дневниковых записей фронтмена Билли Джо. И наверняка многие из вас знают, что по альбому American Idiot, который стал настоящей сенсацией и рок-оперой, была даже постановка на Бродвее. И это еще далеко не все, что происходило с Green Dead. Так, например, в 2011 году они стали победителем голосования в номинацию «Лучшая панкро-группа в истории человечества». Ну и, как вы видите из названия данного диска, это еще и любимая группа Бога. Для всех тех, кто любит книги, но предпочитает в них чаще всего картинки и небольшие точные заметки, это будет идеальным решением, потому что здесь будет очень много красивых снимков и четких хлестких и запоминающихся фраз и цитат, и очень мало большого текста, который так мучительно читать и еще печальнее смотреть на него. Узнаете, чем занимается рок-звезда на автопатии, как выглядит репанка из Калифорнии, который только что завоевали Грэмми. Одним словом, отправитесь в безбашенные незабываемые приключения по миру вместе с участниками любимой группы. Это всегда здорово, когда есть такие арт-объекты, которые, уверен, украсят полку многих из вас, и станет дополнительным приятным моментом, когда вы будете переслушивать новый альбом Green Day, их предыдущие релизы и те, которые нас ожидают в будущем. Спасибо всем, мне было очень приятно вместе с вами сейчас испытать эти эмоции. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА